Мелочь в кошельке может спасти чью-то жизнь, уверены организаторы благотворительной акции. Жителям области предложили не мелочиться и пожертвовать фонд помощи тяжелобольных детей, сколько ни жалко. Как порой и несколько копеек могут подарить надежду на исцеление, и о тех, кому уже помогли, расскажет Василий Иванов. Рады любой помощи, как мелочи, так и не очень. Пункты сбора пожертвований открыты в Самаре, Тольятти, Москве, Петербурге, Сочи, практически по всей стране. На лечении трехлетней Ксении Дмитриевой, у которой медики диагностировали врожденный порог сердца и магистральных сосудов, необходимо около 350 тысяч рублей. Если есть в силах помочь кому-то, то почему бы нет. На самом деле это работает. Много людей нуждается в поддержке окружающих. И радует то, что люди откликаются на такие акции. Организаторы акции уверяют, помощь ребенку точно будет оказана тем, тем, кто опасается, что собранные средства не дойдут до адресата, в любой момент могут проверить, на что конкретно пошли деньги. У нас все абсолютно честно, все открыто. Вы можете информацию о конкретной ребенке увидеть на официальном сайте «Линия жизни». Также там публикуются отчеты о собранных средствах, на что они идут, какие суммы, где ребенок будет конкретно оперироваться. Как говорят организаторы акции, опыт сбора пожертвований у них около шести лет. Всего с 2008 года удалось собрать более 11 миллионов рублей. Эти деньги помогли спасти 50 детей. История каждого опубликована на сайте организации. Василий Иванов, Дмитрий Столяров. Новости губернии.